Для того, чтобы описать весь процесс перевооружения ВСУ, одного сюжета, конечно, не хватит. Поэтому мы остановились на направлениях, которые, по нашему мнению, в следующем году будут приоритетными и в том или ином смысле знаковыми для украинской армии. Некоторые вооружения будут покупать впервые, другие проекты осуществить не получаются уже давно, и они по-прежнему остаются нерешенной проблемой для вооруженных сил. Дальше обо всем по порядку. Июнь 2020 года. Полигон в Одесской области. Именно здесь проходили финальные испытания украинского ракетного комплекса «Нептун». Задача – поразить цель на воде на расстоянии 80 километров. Береговой комплекс вооружен крылатыми ракетами, создан для противодействия российской агрессии на Черном и Азовском морях. Максимальная дальность поражения – почти 300 километров. С момента начала работ и до заключительных испытаний прошло 6 лет. Скажу прямо, многие, 80%, наверное, тех людей, которые нам задавали работу, и тех, которые нас сопровождали, не верили, что это закончится успехом. Но мы знали точно, я во всяком случае знал, что закончится успехом, иначе бы я не взялся за такую работу. Потому что вы понимаете, бюджетные деньги и достаточно большие. Полностью включились в работу и включили в эту работу порядка 20 предприятий Украины. В августе 2020 года комплекс приняли на вооружение ВСУ. Первый дивизион «Нептуна» Минобороны хочет получить уже в следующем году. Но, как объясняют обозреватели, это не значит, что уже в 2021-м техника станет реальной угрозой для российских кораблей. В таких условиях одним из главных приоритетов в следующем году станет усиление флота. В 2021-м ВМС планируют получить от США три патрульных катера типа «Айленд». В отличие от предыдущих, эти передадут сразу с вооружением. На данный момент эти катера находятся на ремонтных предприятиях США, где действует техническое обслуживание. На этих катерях будет дополнительно установлено озброение для технических засобов американского производства. Таким чином, в 2021-м году на озброение дивизионно-патрульных катеров будет пять катеров типа «Айленд», которые будут мать соответственно озброение. Еще более значимые для ВМС решения приняли этим летом. США одобрили продажу Украине самых современных боевых катеров «Марк-6». При весе в 72 тонны они могут развивать скорость до 80 км в час. Шесть катеров Украина получит бесплатно в рамках программы военной помощи. Секретари на поревнянне с патрульными катерами типа «Айленд» будут застосовываться не только в Черноморской операционной зоне, но и в Азовской. Секретари тоже будут иметь на озброение соответствующие гарматы, то система управления, выработка США. Мы ожидаем первую партию этих катеров до конца 2022 года. В 2021-м, возможно, начнется строительство и ракетных катеров для отечественных ВМС. Великобритания даст кредит Украине полтора миллиарда долларов, часть из которого можно тратить на усиление флота. Конкретный проект пока не называют, но уже известно, что катер должен быть вооружен восьмью противокорабельными ракетами. Это все достаточно позитивно, но важный конкретный результат. Потому что меморандумы, угоды, это все, в истории Украины этого было много. Конкретный результат – это наявность боеводатого плавзасоба, катера, корабля в складе ВМС и понимания ВМС, как его застосовывать с всеми соответствующими складами. Еще одно направление, где в 2021 году хотят усилить украинскую армию – артиллерия. Для этого Минобороны планируют закупать чешские самоходные гаубицы «Дана» калибром 152 мм. Производство техники уже началось, и первые САУ должны поступить в войска в следующем году. Это глубокая модернизация. Это не тот изображение, который был принят на озброение во время Варшавского договора 1977 года. В новом изображении поменено больше 80% складовых частей. Этот изображение выготовлено в 2018 году. И он более адаптирован к современных конфликтах, в сравнении с комплексом «Дана» М1. Максимальная дальность стрельбы чешской гаубицы – 25 км. Скорострельность – 5 выстрелов в минуту. Кроме Чехии, Саудана также стоит на вооружении армии Польши. А во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе артиллерийскую установку в боях против Армении использовали военнослужащие Азербайджана. Максимальная дальность стрельбы чешской гаубицы – 25 км. Скорострельность стрельбы чешской гаубицы, которые, на самом деле, очень повильно разгортаются. У нас есть проблемы с стволами для гаубиц. И таким образом, у Моника, если 22, 66 или больше этих систем, мы эти потребности закрываем. И артиллерия будет доволена тем, что можно будет вести боевые действия за принципом, который, в частности, стреляет и текает, спираясь на мобильность самой системы, способность быстро привязывать и быстро открывать огонь. А вот с производством боеприпасов в Украине пока так ничего и не решили. Показательная история произошла на госпредприятии «Артем» в 2019 году. Здесь планировали выпускать дефицитный 152-й калибр. Для закупки необходимого оборудования заключили контракт и внесли аванс в 8 миллионов долларов. Но конвейер от поставщика так и не получили. Позже, по подозрению, в махинациях по этому делу СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Обровченко. Я считаю, что сгаяли очень много времени. Потому что, фактически, у нас промышленности боеприпасные и спецхемии не существуют на сегодняшний день. И сподеваю, что 2021 год станет действительно переломным в этом направлении. Но на самом деле мы должны иметь четкую государственную программу создания боеприпасной галузи. Причем у всех калибр. Все, начиная от патронов 5,45 и закінчивая боеприпасами крупнокалибрными 155 мм. Еще в 2017 в Украине разработали и приняли государственную программу по развитию боеприпасной отрасли до 2021 года. Теперь ее продлили до 24-го. Створение порохов, вибухових речевин для снарядов, створение технологии выготовления гильз и створение снарядов, в этом просувания нет. И наступный год как раз мает быть таким, чтобы все-таки снова реанимировать эту программу и запустить металлургию и химию для создания этих компонентов. Если этого не будет, то мы снова, скажем так, будем, скажем так, частково закупать боеприпасы у закордонных поставщиков. Уникальным 2021 может стать для украинской авиации. После катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевым, в которой погибли 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил и 7 офицеров-членов экипажа, в правительстве заговорили о новых транспортниках для армии. Контракт на закупку трех самолетов Ан-178 обещали подписать до конца 2020-го. За все время независимости в ВСУ пока не поступил ни один новый самолет. В нищи перевезень до 20 тонн, цей літак, значит, будет очень хорошо отвечать требованиям Збройных сил Украины. Сейчас час сил специальных операций. Сейчас уже не планируются такие боевые действия с массами танков. Так вот, если выникает какая-то загрозная ситуация в любом регионе, в Ан-178 можно швиденько загнать три джипы или хаммеры с экипажами, за час перевезти в любую точку Украины, высадить. И это, фактически, три літаки перекинуть роту с полным озброєю. Транспортный самолет Ан-178 в два раза быстрее, чем советский Ан-26, но при этом грузов может перевезти в три раза больше. Сейчас на заводе Антонов продолжается работа над первым серийным Ан-178 для Перу. И хоть на предприятии уверяют, что он уже без российских комплектующих, по мнению экспертов, проблема импортозамещения до конца еще не решена. 78% деталей виробляються в Украине. Мы заменили таки важливые элементы, критичные элементы, как шасси. Мы заменили допомежную силовую установку. Замість российского ступина его будет виробляться сейчас моторсич. Проблема только сейчас, власне, Украина не виробляет алюминей, потребитель алюминей, потребитель для виробництва этих літаков. Мы маємо отримати надійного поставника от цього основного, так би мовити, летаючого медалу. Но смогут ли реализовать все запланированное? У специалистов это вызывают большие сомнения. Дело в том, что в 2020-м парламент принял новый закон об оборонных закупках. Он должен сделать их более прозрачными и помешать коррупции. Сначала планировалось, что документ вступит в силу 1 января 2021 года. Но оказалось, что профильные министерства не успевают подготовиться к этому времени. Министерство обороны и Министерство стратегической галузи и промысловости в грудні поведомили на парламентском комитете, что они не готовы, что у них не готова нормативная права база. Відповідно, нужно оттерминовать закон на полгода. В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Русский уверяет, задержки с законом не повлияют на перевооружение. В бюджете 2021 года на закупку техники и оружия для ВСУ предусмотрено почти 23 млрд грн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok